Мария Ивановна Артамошина не боится труда. Много лет ветеран Великой Отечественной войны отработала на заводе. Да и бытовые трудности ее никогда не пугали. Сама топила печь, носила воду из колонки, занималась огородом. Но время безжалостное. Сейчас 88-летней пенсионерке даже простые домашние обязанности в тягость. И хотя Марии Ивановне, как ветерану Великой Отечественной, по закону положена благоустроенная квартира, по бюрократическим причинам ее в очередь на улучшение жилищных условий не ставили. Прокуратура через суд восстановила справедливость. Мария Ивановна Артамошина получила квартиру в новой трехгорке. Я не волнуюсь с переездом. Чего у меня волноваться. А мы были же. Я была уже там. И как вам? На трехгорке. Я была же. Понравилось? Ничего. Лес рядом. Тут. Машин там очень сейчас полно. Последние дни на старом месте в частном доме в деревне Яскино Марии Ивановне скрасили волонтеры интернет-сообщества «Одинцова Хелп». Они навели в доме порядок, закупили лекарства, вывезли строительный мусор из ее новой квартиры. Наша задача – это прийти, узнать, какие у нее проблемы, в чем она нуждается и срочно их решить. По словам того, что она сегодня рассказывала, она работала, 40 лет проработала и получила здесь дом, в котором, в общем-то, прожила всю свою жизнь и уже успела похоронить и сына, и мужа. С детства во мне воспитывали некий патриотизм такой. Именно хочется своим старикам помогать. И видишь их иногда в тех же магазинах, когда они не могут даже себе купить хлеба. И очень, знаете, на сердце становится не очень приятно. Подходишь, помогаешь. Эта улыбка, которая потом появляется на их глазах, просто вот, честно, мне от нее только счастливо становится. И хотя Мария Ивановна говорит, что к переезду относятся спокойно, волнение скрывает с трудом. Но волонтеры интернет-сообщества «Одинцова Хелп» обещают, что и в «Новой Трехгорке» не забудут ветерана Великой Отечественной войны, а будут также помогать и заботиться. Евгения Августина, Константин Королев, телекомпания «Одинцова».